Продолжение следует... Мне кажется диким, если дети не умеют складывать дроби. А сегодня это так для многих детей. То есть какой-то аспект принуждения нужен. Ну, хороший учитель просто сделает так, что школьнику станет интересно. Однако во взрослом состоянии люди иногда выпадают уже вообще из всякого интереса. То есть вот они нашли себе нишу, они там работают каким-нибудь третисортным программистом, зарабатывают какие-то деньги, которые им хватает на жизнь. Ну и не знаю, ну и все. Ну что, мы будем их презирать? А может быть, может они идут там... Может они оставшиеся часть времени ходят по лесу просто. Может они там с природой разговаривают. Ну о каком здесь презрении идет речь? Это же прекрасно, да? Ну человек выбрал за себя нишу. Он сказал, может для меня образование это единение с природой. А вот это все образование мне не нужно. Но это его выбор, это надо уважать. То есть в какой-то... Для взрослых людей, наверное, это правда. Взрослого человека нельзя заставить совершенствоваться в той области, в которой вы хотите его заставить совершенствоваться. Ведь как часто говорят, Ах, вы не очень невежий, у вас все храмы заполнены какими-то непонятными книгами по закону Божьему, а вы не хотите учить математику и физику. Это профанация. Вообще, зайдите в наши церкви. Там книги не, ну грубо говоря, это не повторение каких-то заклинаний. Это глубокие, глубокие размышления подвижников. Ну, я просто действительно, ну, когда, в общем, человек выцеркленный, я эти книги читаю. И вот эта картина, либеральная интеллигенция любит говорить, что вот сейчас на место науки идет мракобесие, называя мракобесием, что? Чтение вот этих книг, ну это просто ложь. Эти книги это не мракобесие. Эти книги это православная культура. И если человек, например, говорит, что он, ну как-то вот ему не далась математика, но он пошел по этой стезе, он глубоко, глубоко пытается понять, там, корни православной культуры, почему мы должны его презирать? Это его выбор, это все нормально. Он может быть гораздо более, например, гуманным человеком в жизни в результате. И он будет настоящим гражданином, хорошим. То есть образование, как мы его понимаем, это далеко не все. Вот если, например, попробовать действительно изучать все, что нужно человеку, изучать в обязательном порядке основы православной культуры, не как выбор, да, из нескольких, а в обязательном порядке. Вот я, например, за. Я считаю, что это нужно делать, потому что мы живем в стране, которой тысячи лет, и которая вся пропитана культурой вот этой. Она везде, она во всех, даже в анекдотах, везде. И отказываться от нее, говорят, что вот сегодняшнее наше государство секулярное. Ну и что, что секулярное? От этого знания хуже никому не будет. То есть я не призываю сделать государство завтрашнего дня православным, но православную культуру, конечно, нужно изучать как математику. Не, ну, конечно, там соответствующими этими самыми, соответствующими... Ну, как бы, соответствующими модификациями, так сказать. То есть, пожалуйста, в Казани пусть будет главная какая-нибудь исламская культура, я не возражаю. Но все-таки я бы сказал так. Если есть возможность без социального конфликта всем жителям России изучать православную культуру в школе, то мне бы казалось, что это правильно. Я не думаю, что татары так уж против. Ну, будут еще более образованными, чем мы. Мы ислам не изучали, они изучали и ислам, и православие. Ну, и что тут плохого-то? Я не видел, на самом деле, я не видел никаких специальных вот там татар или выходцев Кавказа мусульманского, которые бы возражали. Да ничего подобного, возражает либеральная интеллигенция. Начинаются эти крики, что вот вы нам навязали то, вы нам навязали это, а потом встает муфти и говорит, да нет, вообще-то мы не возражаем. Зачем вы за нас решаете? Не надо за нас решать. Пусть будет православная культура, а мы будем ислам преподавать. То есть, в этом, мне кажется, мы прекрасно договоримся с исламом. Не вижу проблемы. Главное, чтобы вот интеллигент, а не Мишелиным.